Здравствуйте, ребята, с вами Валерий Булсиновский. Сегодня мы поговорим о том, как и где запустить код для разработки Python и других языков, когда не получается. Для кого это видео? Это видео для новичков, чтобы не потерять годы. Это видео для пользователей, которые занимаются более полгода, а писать не получается. Это видео для опытных разработчиков, которые пишут в основном по шаблону и используют сайт переполнения стэка. И это видео для всех, кто хочет найти самый короткий путь, как стать профессиональным программистом. Кто меня натолкнул на это видео, хотя я работу веду, Евгений. Вот в чем проблема большинства людей. Сечка, секунду. Это как раз то, что мне нужно, потому что в терминах уже тону, а код не пишу. То есть мы поговорим конкретные истории ребят. Но что я вам написал? Если коротко, то я помогаю запустить написание кода у конкретного человека. Это похоже, как у маленького ребенка запускают речь. Ну, вернемся к Евгению позже. Ребята, вот вы, может, смотрите, но сайт уже по-другому выглядит. Просто я сейчас работаю, поэтому буду использовать новый шаблон, где я над ним уже недели три работаю. Как закончу, так он появится. Поэтому давайте разговаривать дальше. Я буду пользоваться из этого. И кому не лень, напишите, чтобы подправить, что не совсем понятно, да, концепцию. Видео будет и так растянуто. Но чтобы оно было более-менее четко сформулировано, вы поняли, мы будем говорить о том, как школа Болсуновского помогает запустить разработку, процесс разработки кода у конкретного человека. И почему это происходит. Я это для себя, скорее всего, набросал план из 11 пунктов, на который я буду ориентироваться, но не точно. Это как подсказки для меня. Начнем с самого главного. А есть ли действительно идеальный план для того, чтобы стать профессиональным разработчиком? Ребята, я вам скажу, да, он есть. И этот план, он кричит за себя. Вопрос в том, что, допустим, новички этого не могут увидеть. Давайте мы сразу посмотрим. Это приложение ТОГа от Рассела Кейта Маги, ведущего разработчика Джанго. Открываем. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь план, как стать профессиональным разработчиком? Вы скажете, нет. Нет, вы не правы. Здесь есть. Что мы здесь видим? Мы здесь видим Dev, Dev, Dev. Если вы мне не верите, давайте откроем Джанго. Давайте откроем исходный код Джанго. Давайте откроем самые простые вещи. Ну, допустим, вьюху, генерик, лист. Ну, грубо говоря, программирование на классах. Скажите, пожалуйста, а здесь есть план, чтобы стать профессиональным разработчиком? Да, есть. Здесь больше находится даже. Здесь есть план, здесь есть принципы, методы реализации. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь класс ListView, то есть то, что, если взять Джанго... Да, если взять Джанго, то здесь мы опять видим Dev, Dev, Dev. Иными словами, я задаю вам вопрос, ребята. Ну, вот я открываю документацию, открываю учебник от Гвидова Мросова, который давно написан, только правится, да? И говорю, ребят, вот вы изучаете, да, язык, кто-то по видео, кто-то по книгам. Скажите, пожалуйста, вы распределяли время, какие разделы, как изучать? Давайте я уже сейчас, на данном моменте, открою вот свой сайт новой школы. То есть вы осознали, что порядок имеет значение. Я скажу, как в большинстве своем изучают. По порядку. Ну, дойдя до определенного момента, то, что было вначале, забывают. Я сто процентов уверен, что новички, мы поговорим потом чуть дальше, да, изучают типы данных, но им легче представить летающую тарелку, чем эти типы данных и вообще зачем они. Скажите, пожалуйста, вы выделяли какие-то конструкции языка, которые надо изучить? Знали, как их изучить? Знали, что в них изучить? Ребят, а ведь все эти вопросы напрямую зависят о запуске кода. Дальше я задаю вам вопрос. Не прослушайте. А вы используете что? Переполнение стека сайт? И ищите ответ, да, похожий на вас. Или вы все-таки используете исходный код и документацию? Вот видите, сколько вопросов. Я сейчас хочу сразу поставить точку, с чего все начинается и как все происходит. Икоро снова написал. Я год назад прошел ваши курсы, переосмыслил подход к программированию и обучению. То есть, смотрите, что-то, что называется переосмыслением, происходит в голове человека. Раньше видосы, книги Google. И по итогу, после курса, после школы, я стал быстро понимать все. По итогу, через полгода, ну, год купил, прошел, знал языки Python и Go, он пишет на Go. Go он выучил за два дня. Вот именно так должно происходить. То есть, человек приобрел уверенность. Заметьте дальше. Ошибок больше не боюсь. Наоборот, падаю, исправляю смысл глазами искать. Библиотека или непонятный код, смотри исходники и смотри доки. Переделал полностью систему работы с кодом. Дальше он пишет. Новая информация и задача стали для меня едой. Я вам покажу ребят, которые считали, что у них вообще нифига не получается, а сегодня с горящими глазами работаю с несколькими языками. В общем, спасибо за толчок. Тогда мне не хватало чего-то, и я не понимал чего. Это на самом деле, на места все надо было поставить. И вот дальше, спасибо, кстати, вам, Игорь Снуков, что немного ребят пишут, как они устроили свою жизнь профессионального программиста, но которые пишут, спасибо им. Сейчас, когда я проводил собесы, ну это собеседование, я так понимаю, первый же вопрос, что такое сельф. Ну, в принципе, это моя фишка. Почему? Потому что если человек, мы поговорим дальше, неправильно рассуждает о сельф, то, в принципе, понятно, что он либо пишет на классах, либо нет. Уже с одного этого понятия. И вот он пишет, с наслаждением слышу 10-минутный ответ, и сразу понимаю, что человек просто сидит на переполнении стека. Он даже не задумывался, что такое сельф, он это не осознает, и перед ним человек, который 100% не пишет. Да, его можно взять на работу, он будет делать какие-то сложные действия, но ждать, что он станет разработчиком, нет. Вот именно такой трансформацией и занимается школа Бовсуновского. Он написал еще потом одно сообщение. Могу еще добавить, что самое главное, вы учите понимать программирование. Вот именно, ребята. Вот сразу вам... Вот, ну, нужно уметь выделять базовые вещи, которые необходимы, и второстепенные. Вот теперь как раз-таки вернемся к этому парню, который мне подсказал написать это видео своими действиями, чтобы... И к Жене, который спрашивал вопрос. Итак, сейчас я... Вот он спросил, в какой последовательности... Посмотреть эти разделы, чтобы познакомиться более общим. В какой последовательности строится обучение. Ребят, смотрите. В любом случае, нажав на любую ссылку, вы попадаете в кабинет. Вы можете назвать путеводитель. Почитать о разделе и пойти по путеводителю. Везде будут ссылки. Но, опять же, если вы думаете, что здесь будет, как на большинстве курсов, мы будем разбирать там все-все подряд в языке, я этой ерундой не занимаюсь. Ведь я готовлю разработчиков, поэтому есть прекрасные уже документации. Документация, где все есть. Поэтому на сайте школы есть базовые конструкции. Например, с нуля. Самое главное, как мы с вами, функции Python, Kotlin, JavaScript. И так далее. И погнали. Дальше он спросил, Жень, а в разделе разработка там нет разработки. На что я ему написал? Написал, он сначала написал, что так в разделе разработки нет разработки. Ребят, давайте мы определимся, что мы будем понимать под разработкой. Если вы понимаете под разработкой то, что есть курс Жанга, где мы пишем сайт намного сложнее, чем вы видите этот. Кстати, на YouTube будет ссылка. Есть создание сайта социальной сети. И там сложный сайт. Просто мне не нужна социальная сеть, но я показываю, как ее писать. Первые 41 урок можно смотреть бесплатно. Но начинать лучше все-таки с сайта с нуля. Почему? Потому что сначала мы рассматриваем принципы, как вообще работает Жанга. иначе не будет смысла. Но вот это я не называю разработкой. Я называю это повторением. То, что я сказал Евгению. Под разработкой я понимаю, когда человек осознанно выбирает конструкцию языка и использует, притворяя в жизнь в сайте, в там, программе, неважно. Когда он может использовать документацию исходный код продукта для того, чтобы разрабатывать это не то же самое, что просто повторять уроки. Если повторять уроки, то мы можем научиться только повторять уроки. Но тем не менее Джанга-курс именно строится не на повторении, а на том, как разобраться в Джанга. Это первое. Дальше. Как работать с документацией. Это практика здесь показана. И с исходным кодом. Это практическая вещь. То есть это уже немножко другое. На самом деле здесь в разделе разработка есть более ценное, чем нужно. Система работы с кодом. И это только первичные знания, над которыми потом начинает человек работать. Дальше мы посмотрим у ребят, как это происходит. А вот это как раз и есть почему у вас получится эта разработка. Кроме уроков, которые мы сказали, их здесь много, их здесь больше 500. Поэтому когда спрашивают у меня, у вас на YouTube много уроков, а чем отличается сайт? Ну, во-первых, на сайте все порядочно, а YouTube я использую только как контейнер для хранения видео, где можно в принципе понять стиль. Например, можно открыть раздел какой-то, да, программирование по системе номер один или Python ООП профессионально, да, и понять стиль первой уроки, стиль моего подхода. Все основное происходит в группе, в группе. поэтому я Жене написал, Жень, ни одна школа, ни одна школа вам не напишет уроки, которые будут идеально подходить всем, но можно человека научить принципам, которые его приведут к пониманию документации и исходного кода, умению использовать это, а в группе, в группе можно понять, что у человека, что человек конкретно тормозит, а понять это можно по исходному коду, который он описал. Давайте сначала возьмем одного из парней, которые недавно пришли. Итак, вот парень описал файл, да, вроде как придраться к некому, не к чему, да, атрибут экземпляра класса принимает значение, поехали, поехали, да, вроде очень корректно, с этими знаниями его возьмут на работу, но я, и он знает, он знает, что он не пишет, и я знаю, что он не пишет. Я ему дал рекомендации, и он начал работать. Вот у нас началась работа, он уже может стать хорошим программистом, да, но профессионалом пока нет. У него, знаете, в чем муть? С объектами. Сейчас я покажу, это ж не его проблема, это вот то, что Женя спрашивал сейчас, я-то понимаю, о чем он говорит, он просто не знает, да, что он запутался. На самом деле, у Евгения тоже проблема с объектами, но он не может найти начало, да, начало с функцией, Женя. Они есть на сайте, да, вот, когда подготовка, начинаешь, вы можете, Евгений, начать с двух вещей, конечно, новички идут по, с нуля, то есть устанавливают Linux, как я рекомендую, кто-то не хочет, с Windows работать, это дело, знакомят с CD, но если человек это все знает, то можно сразу пойти с нуля, да, и взять вам конкретно, да, питом функции начала. И здесь мы с урока девятого работаем, а теперь берите ручку и записывайте. Да, да, вы, Жень, вы, Жень, скажите, пожалуйста, вы можете вот сейчас моментально считать весь файл, на что обращать внимание, да все проще паренной репы, если вы хоть на секунду задумались о параметрах и не можете их считать, то логику дальше вы не поймете. Вопрос, чем вы занимаетесь в языке этого? Второй вопрос задавил, а что вы делаете с ООП, с чего вы начали, что вы там изучаете, я даже могу сказать, что вы изучали, вы изучали там наследование, все там бла-бла-бла, посмотрите на точки, везде точки, скажите, пожалуйста, сколько времени вы отдали работе с атрибутами? Мало, а вы даже, я думаю, не знаете, как с этим работать, то есть пути, пути, что есть оказывается атрибуты класса, атрибуты экземпляра, и дальше погнало сюда, то есть вот это для вас закрыто, иными словами программирование не будет получаться, я не могу сейчас точнее сказать, потому что я не видел вашего кода, но то, что надо навести порядок сначала с функциями, это я знаю точно, потому что дальше открывайте любой язык, будут функции в любом языке, да, либо методы, второй момент, ну, в общем-то точнее можно сказать только потом, по коду, вот смотрите, Жень, я еще раз вот вам говорю, да, и другим ребятам, посмотрите файл, ну, ребят, я не умный, я тупее вас всех, честное слово, я полтора года, помню, в 2008 году не мог войти в язык, я выучил си, я вроде на нем писал, но я не понимал, я вам честно говорю, поэтому сейчас дам статью, как я начал писать код, я сказал, посмотрите, парень, да, вот вроде все у него, да, класс, но он не пишет, у него нет, сельф, первый обязательный аргумент метода создает ссылку на атрибут, верно, вроде верно, а мысль, где продолжит, здесь же идут конкретно частные переменные, где здесь будет продолжение, да, то есть, в данном случае, Паша, он не уловил, потом он мне написал, я наконец-то понял, что есть частные переменные, но это мелочь, на самом деле, он только сейчас понял, что такое сельф, да, начнет разбираться, у него есть шанс, я ему сказал, у тебя есть шанс стать профессионалом, профессионалом, но, надо знать, что рыть, куда рыть, зачем рыть, вот теперь он начал рыть, а раньше он изучал, поэтому, ребят, немножко отвлекусь, но главное, не забыть, что хотел сказать потом, попробую записать сейчас, смотрите, ведь есть несколько способов изучения материала, в большинстве своем очень там крутые курсы, да, на самом деле занимаются чем? Тем, что занимают человека из гомпрограммирования, знакомят, ну и пишут там, устроился на работу, плохо это? Нет, неплохо, и если вы сейчас учите на каких-то курсах, да, и там проходите все подряд, понятно, что писать вы не будете, понятно, что у вас будет каша в голове, но это тоже неплохо, вы знакомитесь с языком, в данном случае школа Бовсуновского чем может помочь? Тем, что вы будете понимать, на что уделять особое внимание, а что можно вообще не уделять, или иными словами, уделять время по необходимости в контексте, но сказать, что курсы, ведь это рынок, поймите, ребята, вот в школе Бовсуновского пожизненный доступ, то есть пришел человек, если он не бросит язык, то писать точно начнет, здесь никто за ним не гонится, но большинство курсов, они ограничены, они зарабатывают деньги, да, вроде же вы занимаетесь сегодня там, значит, там строками, некими списками, некие типы данных, изучаясь, завтра побежали дальше, вот это, вот это, вы же занимаетесь, да, и они свою работу делают, и в этом нет ничего плохого, есть возможность, берите, вопрос в том, что у вас в голове сегодня нет понимания, на что я должен обратить внимание, что у меня должно сегодня уже блестеть, что у меня, все остальное, например, я вам сразу скажу, функции должны блестеть, а допустим, if, else, try, except, это ерунда, это может быть изучено в абсолютно любой момент времени, когда это необходимо в контексте, но на это не надо сидеть и изучать, где это смотреть, конечно, в исходном коде. Хорошо, я не хотел бы отвлекаться, хочу сначала вам дать ссылок, определенное количество, вы поняли, поэтому и Жене говорю, Жень, я тебе дал ссылок, ты почитай, важно понимать, не что вот ты пытаешься разобраться, в каком порядке я пойду, ты увидел, что, и сейчас я расскажу, что ребята разные, потому что есть вообще интересные парни, как свои торнадо, Дима с Беларуси, смотрите, ну давайте этот момент проговорю, вот человек написал, полгода прошло, полгода, отсчитывайте от сегодня март 23, отсчитывайте 5 месяцев, где-то я, а, я писал видео в Краснокедаев, за 5 месяцев парень начал писать, там ситуация была очень интересная, человек 3 года нечто изучал, и так себя загнал, у него веры не было, а он купил доступ за 400 бюйен, и пишет мне, так что мне делать, я ничего не понимаю, а я записал видео, и сказал, вот он когда я писал код, и когда он мне написал, что сельф это соглашение между программистами, да, вроде написано на сайте, ну читаю же, а дальше не читаю, я говорю тогда пример, есть замок, бася, котика надо накормить, ребята, извиняюсь, это важно, так вот, я ему сказал, за ваше знание на сегодня, кол с минусом, больше говорить нечего, и дал задание разобраться с параметрами, на что мне Дима пишет, так это ж я буду лет 200, жена мне говорит на кухне, Валер, послушай, да напиши ты ему, что у него все класс, я говорю, ты представляешь, человек три года бьется, и писать не может, если я ему напишу, он успокоится и дальше не будет писать, нет, говорю, не напишу, проходит время, что происходит, разобрался в двух вещах, в функциях, и разобрался с объектами, кстати, Жень, именно то, что у вас сейчас проблема стоит, да, именно ваши проблемы, Жень, объекты, да, сейчас я покажу сообщение, и что начинает происходить, на сегодняшний день, человек работает с Python, ему понравился JavaScript, и, тадададам, тадададам, сейчас, секунду, не туда, секунду, вот его слова, Валерий, здравствуйте, я хотел вас поблагодарить, вы мне открыли дверь в C++, пока я файл не посылаю, здесь у меня так быстро не выходит разобрать тему с указателем, даже чтобы написать простой пример с функциями с применением указателей, сложением двух чисел, или каких-то там, во-вторых, я пришел сюда за определениями, так как JS и Python в своем ядре стоят из C++, но до JS и API для браусера, еще мне понравилось, уже с самого начала вводится понятие объекта и причина возникновения, для него он стал родной, что произошло за эти пять месяцев человеком, человек нашел вход в язык, собрал, до кучи, нашел начало, как развивалась ситуация, когда Дима начал, описал файл, а ведь это уже чего-то стоит, смотрим, читаем, self-app, атрибут экземпляра класса app равен значению параметра app, вот она, формулировка четкая, нет никаких там право-влево есть код, как говорит Линус Торвальд, да, говорит, ты мне слова не говори, ты мне код дай, вот я, ребята, вы мне лапшу не вешайте, вы мне опишите код, чтобы мне это нравилось, и вы понимали, о чем речь, вот это вы будете писать, вывод делаем сразу, ребят, я вас спрашиваю, а вы в исходном коде-то бываете, подождите, если мы не читаем код, то как мы собираемся профессионально писать, никак, ребята, если вы думаете, что вот я хожу на курсы, и, и, занимаюсь, я буду заниматься, рано или поздно, я стану программистом, формулировка неверная, не станете, я буду заниматься, пойму порядок изучения, изменю подход, и тогда я стану профессиональным программистом, но сначала, сначала, ребят, вот те, кто так думал, и теперь уже, к сожалению, пришлось разбить ваш миф, крутой код Python, давайте хотя бы, для начала, сразу, сразу посмотрим, что такое крутой код, это мы работаем с тога, я постарался язык сделать, более-менее простым, понятным, для всех, так вот, это тоже такой принцип, ну, наверное, чтобы писать крутой код, надо, то, по крайней мере, его видеть, Диму тоже беру, Диме, да, даю Диме, Димину ссылку, сейчас набросаю вам, теперь, принципиально, давайте закончим с Димой, что же произошло у Димы, за эти 5 месяцев, человек с почти отчаявшегося, ну, давайте почитаем, ведь он все сам о себе рассказал, мне, допустим, еще одну ссылочку дам, видео крутой Python, ребят, я прошу прощения, ссылка будет так же называться, но сайт скоро изменится, ну, но будет, может по-другому, будет видео, но в любом случае, вот эти ссылки, я оставлю на местах, потому что я их даю на YouTube, в любом случае, как бы она ни называлась, попадете на нее, это совершенно реальные ребята, и отвечаю на вопрос, опять же, Жени, так как есть доступы дорогие в школе, а это надо купить доступ, допустим, за тысячу, нет, этим ребятам я помогаю бесплатно, но важно, они работают, не надо гнаться, времени никто у вас, но, делайте работу, сами, и делайте хорошо, старайтесь, да, работайте в группе, я направлю, то есть, и это делаю я бесплатно, потому что это помогает другим, то есть, кроме уроков, вы видите то, что делают другие ребята, и если это у вас страдает, то вы четко, будете понимать, что они делают, и вам это надо, вы это будете видеть, поэтому школа, она живая, она постоянно подвижная, да, но вы должны понять такую вещь, что нет у всех причин, нельзя сделать, вот сделал 10 уроков, вот пройдешь и станешь программистом, учу человека разбираться, разбираться с исходным кодом, разбираться с документацией, хотя есть разные доступы, посмотрите, есть индивидуальное обучение, есть групповое обучение, большинство людей покупают, либо курс Жанга, либо самое такое, самое большее, и рекомендуемое, это получить доступ и к Жанга, и к Пайтон, и к блокчейн, блокчейн я буду потихоньку заниматься, но блокчейн конкретно солидить, он пробивает очень на функции, ну, не помешает, технология все равно будет развиваться, она настолько развивается мощно, первый блокчейн будет на Жанга делать, кстати, поэтому обогатит, так я про Диму хотел рассказать, так вот что написал человек, до того, до этих 5 месяцев, я узнал о вашей школе в Ютьюбе, так как очень сильно хочу научиться программировать, это правда, и у него получилось, самостоятельно прошел основы по JS, по HP, и прохожу по этому, по качанию хочу просто сдавать сайты любой службы, самое главное, за все 3 года, я вот только сейчас от вас узнал, чтобы действовать в программировании, программирование это функции, я их толком не умею писать, и смотрите, как он допер, хоть когда он пришел, говорил, ой, посмотрел, сколько там этих всех параметров, я же буду 200 лет, но потом отработал, и потом до него дошло уже самостоятельно, пху ты, так Python и JavaScript, они же похожи, там и там объекты, ну слава Богу, Дима начал видеть объекты, и они для него стали не чем-то там абстрактным, а каждый объект начал у него конкретные свойства, конкретное значение, скажите, это сложно, поэтому этим и отличается наша школа, можно гонять туда-сюда язык по порядку, но при этом я вас не зря спросил, а вы выделили, изменили систему, я вам читал в начале сообщение от Икра Сануа, который понял, понял, что надо опираться на исходный код и на документацию, но именно Дима написал тогда, вы, Валерий Иванович, научили меня куда смотреть, на что смотреть, что должно отлетать, и вы знаете, почему я дал C++, я ж не всем рекомендую, в данном случае, я просто чувствую, вот этот вот, у него пошло, да, но, посмотрел файл, у него все супер, все супер, но он занимается джаваскрипт, а что такое джаваскрипт, это язык, который всегда, всегда что-то возвращает, и, я Диме сказал, возьми C++, тебе не надо весь язык, тебе надо взять указатели, вроде как это считается очень сложной темой в жаваскрипт, но после того, как ты профессионально изучил функции объекта, ты поймешь, и как только ты поймешь указатели, у тебя в голове возникнет уже не летающая тарелку, будет легко приставить, а ссылка на объект, как она выглядит изнутри, и уже через несколько дней, через несколько дней, мы получили первый результат, вау, от того же, своей торнадо, Дмитрия, Ребят, я не нашел, это пока запись быстро, грубо говоря, что произошло, Дима в документации, начал читать информацию по-иному, то есть, что он сделал, научился разбираться, вот его отзыв, я потом, наверное, все-таки сделаю так, я выбрал не зря, три пока отзыва, да, ребят, школы, которые реально занимаются, сейчас, и сказал их почитать, ну, пока такая, я долго работаю с этим сайтом, пока, ну, вот смотрите, вот у вас сейчас стоит вопрос, вот Жень, это тебя касается других ребят, я говорю, ну, не получается писать, вот Дима сам делает выводы, что же произошло, да, Валерий, все верно, но сообщение до этого я скрыл, я ему описал, что Дима, ведь мы с тобой не с бухты-барахты, взяли так, проснулись и вдруг начали писать, сначала было как, сначала Дима три года копался, как конь, я так понимаю, настолько вымотал себя, и ищет, почему не получается, правильно, надо было просто поставить одни конструкции языка за другими, хорошо, но ведь очень все просто, но это просто через 14 лет, я сказал, ребята, я тупее вас всех, а люди, ребята, такие вы талантливые сегодня, молодежь, офигею, ой, такие возможности, все, он еще не по задворьям бегает, он еще и с языком работает, офигеть, молодец, так вот, а смотрите, что происходит, он копался, на самом деле, надо было поставить функцию, ну хорошо, понравился ему JavaScript, так там же идут функции первого порядка, второго, но все это будет потом, после параметров, вот когда он разобрался с параметром, и начал писать функции на Python, на JavaScript, и пишет мне, нет, так что тут сложного, ведь везде объекты, стало на место, он пишет, да, Валерий, все верно, вы вначале показали мне функции в Python, JavaScript, в других языках, то есть он научился писать функции без разницы, на каком языке, вот, ребята, а не так, что я сегодня буду учить Python, а завтра пойду учить JavaScript, ребят, ну, но ведь это же глупость, согласитесь, если вы научились менять свечи на Volvo, то вы поменяете на жигулях, на Ford, на любой, но ведь, ну, ключ будет, может, другой свеча, но где выкручивать, и как выкручивать, и что выкручивать, вы точно будете знать, тот же самый принцип, потом обратили внимание на чтение документации исходного кода, надо было сделать так, что он отталкивался от этого, ну, как можно писать профессионально, если не читать код, ну, никак, я впервые от вас узнал, куда смотреть, на что смотреть, я был в исходниках JavaScript, Node.js, Meteor, React, Node.js, хотел вам написать, я нашел файлы Python, исходник, просто об этом, я не сел сказать, я искал пример профессионального кода, кроме Рассела Кейта Маги, я нигде не нашел, нет, есть, есть, конечно, конечно, есть, и Нумпай, есть Пилов, но чистоты, простоты кода, как у Джанга, допустим, и как у Тога, да, вот он простой код, да, профессиональный и простой, кажется, ну и любой бы написал, даже ребенок такой, вот это и есть профессионализм, посмотрите, это и есть, вот эта простота, это и есть гениальный код, он это понял, что есть, учитесь, Буфсиновский такого не умеет, вы что, зато Буфсиновский знает, где это найти, и как показать, проблемы на каком языке, бац, отвалилось, я думаю, не станет, с вашей помощью, и те наставления, что мы дали, небольшой мозг, смогу писать на любом языке, это правда, но я пока не приступил к написанию серьезных, более-менее профессиональных программ, вот тут некая загвоздка, Дим, выстрелит, это никуда не денется, оно все выстрелит, ну и так далее, я вот все переписал, теперь я хотел бы, чтобы вы поняли смысл школы, да, я давал, давайте так, конечно, каждый человек, который хочет писать код, он спросит, скажите, а вы можете в двух словах рассказать, чем отличается ваша школа от других, ребят, вот он смысл, отличается тем, что мы выделяем одни конструкции языка, и показываем, что и как изучать, в то время, как другие конструкции языка, могут быть изучены в любом порядке, мы учим писать на разных языках, потому что только чудо происходит, когда мы пишем на разных языках, ведь когда человек научился писать функции на разных языках, он уже, ему давай хоть сотый язык, и у него появляется глубина понимания, потом только идут, после того, как отлетают функции, тогда вы обратите внимание на объекты, но никак не наоборот, никогда в языке программирования не получится поставить телегу перед эти лошади, хотя она стоит, вот человек ходит постоянно на оверсток, ищет примеры, но писать не получается, что он делает не так, он не хочет менять подход, ведь пойти найти реальный сходный пример, это легче, а пойти в исходный код, вычитать там, это труднее, но это надо сделать, что это за конструкции, понимание этих главных конструкций является одинаковым для любых языкового программирования, что в свою очередь дает возможность писать на любом языке, вы поймите, как вы не берите языки, параметры функции, есть у всех языков, вот Дима не стал, что делать, Дима не стал там изучать, там целый, там открыть, открыл котлин, допустим, и не стал изучать функции, ему надо было разобраться, как там работают параметры, все остальное он спайтерн знал, название, тело функции, if, else, это тоже будет одинаково, только по разному реализовано, то есть, по сути дела, он понимал, на что смотреть. Валерий, скажите, пожалуйста, на чем строится концепция вашей школы программирования? Ребят, я просто рекомендую так делать, и при этом это не всегда было, ведь только на самом деле вот эту систему я начал гнать, да, с 20-го года, а уже с 22-го я начал уже конкретно заниматься подготовкой профессиональных программистов, просто, грубо говоря, созрел для этого за 14 лет, потому что начали, ну, никаких чудес-то нету, все, как говорится, с Божьей помощью, и просто время много, поэтому не надо считать, что вот Бусуновский, вот такой вот он умный, да нет, ну 14 лет позанимаетесь, ну шо ж вы такие же будете. Смотрите, ребят, я часто нахожу такие вещи, что там ребята пишут, когда я стану программистом? Сейчас, секунду, отлечь, отлечься надо суп выключить, прошу прощения, поэтому могу забыть потом мысль. Ребят, просто я как-то давал статью, сейчас не вспомню точно, но там ребята молодые писали, когда они станут программистами, и они все написали на кол с минусом свои комментарии, потому что внизу там человек, вот у нас такое поколение, поколение прекрасное. Только ребята написали, кто-то написал, вот когда я стану программистом, когда я начну помогать другим, когда я там разберусь там с конструкциями if else. Ребят, это все ерунда, это все текучка. Ребят, есть то, что надо понимать, то, что вы принимаете под ежедневной работой программиста. Смотрите. Сейчас поймете. Смотрите. 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 Так, вот это вроде. Работа с исходным кодом, работа с документацией должна у вас лежать в основе, как ежедневная работа программиста. На самом деле, пункты 1 и 2 дополняют друг друга, потому что это прекраснейший метод. Большая часть программистов вообще не бывает документацией, а большая часть программистов до 6 лет, они вообще не знают, что там смотреть. Поэтому я и обратил внимание на вот этого парня, да, что мы раньше читали, Диму из Белоруссии, «Свои торнадо». Хотя и другие ребята вот писали, Андрей писал, «Валерий, я хотел оставить отзывы о школе, точнее ее полезу. Благодаря вам я понял, что документация – это не так страшно. Как кажется на первый взгляд, хоть и не прошел все уроки на вашей платформе, прохожу до сих пор выборочно. Сегодня сдал заказчику первый проект». Та-да-да-дам! Прекрасно! Прекрасно! И как человек использует школу – это его дело. Вот в данном случае Андрей так. Понял, как работает документация, дальше погнало. Есть очень интересные ребята. Денис Кеплер, да, Ник. Есть интересный парень, Александр Филиппов, да, Фил, 90-99. И они кто? Есть Филикин Сергей, 83. Это человек-новичок, но на сегодня его успехи баснословны. Ведь он вообще нифига не писал. Домашние задания. Погнал, погнал! Здесь ответ на вопрос. А я новичок. А я новичок. Что я буду в этом исходном коде делать? Ребят, я вам говорил про эти видео. Посмотрите хотя бы, да? Поэтому... А, кстати, вот и дам. Вот вы совсем с нуля пришли, да? Пока не понимаете, зачем вам школа Бовсуновского. Вот здесь есть подборка видео определенная. И уже, по крайней мере, будете знать. Вот вы нифига не знаете, да? С чего начать. Дальше приходите, будем разбираться, как с тем же Сережей Филикиным. Так, с нуля. Добавил в лист с нуля. С нуля. Но я хотел не то сказать. Я показывал вам крутой Python. Ребята, возьмите крутой код. Просто-напросто, если вы считаете, вот что я буду делать. Да ко мне приходили ребята, которые говорят, а вы знаете, я только Дев знаю, несколько видео смотрел. И вот это вот то, что происходило у Сережи Филикина, да? Вот его уровень на тогда, да, что он вообще там такую чушь писал. И на сейчас человек-новичок работает с двумя языками и уже, извините, ого-го, есть что смотреть. Смотрите. Человек начал расставить условия сдачи. Перепишите функцию, добавьте диалог сына с матерью. Иными словами. Вот это задание, да делайте. Просто у вас будут свои заковырки, да? Вот это задание. Я сказал, ребята, ну функции, ну что мне жалко вам дать, как работать с функциями. Вот видео, да, о Python Function. Только после этих действий можно грамотно развиваться. По крайней мере перейти куда-то выше. Иными словами, здесь я показал, что с функциями надо проделать по крайней мере 4 этапа. Сережа начал это делать. В первую очередь, он начал описывать. Ребят, а ведь я сейчас сказал офигенную вещь с системой работы с кодом. И это мало кто делает. Поэтому я говорю, что Сережа будет писать. И будет писать круто. Немножко времени надо. Терпение. Посмотрим потом. А вот смотрите, давайте я дам простую вещь. Расскажу. Скажите, пожалуйста, если вы не описываете то, что вы делаете, то скажите, вы вроде понимаете, да, большинство программистов говорят, код понимают, сказать не могу. А как вы обзовете вот эти все конструкции языка? А как вы ими будете размышлять? Поэтому надо описывать. И он пошел делать программы. Пояснение, как и где вы используете позиционный аргумент, также аргумент и кейвр. В моей функции обязательно позиционный параметр paper я использую, чтобы сдать тип базовой бумаги. То есть все, пошел процесс. В данном случае человек начал выполнять условия упражнения в чем? Да это в том. В том. Вот открываем самый простой код джанга. Вроде бы говорит мелочь какую-то и ни о чем. А на самом деле говорит вещи, которые ему в жизни пригодятся. Что мы хотим открыть? Шоркаст. Примеры сбитые даю. Самая частая функция в джанга. GetObject.org 404. На что смотрим? Правильно. Класс моделей. Первый позиционный параметр. Вот после этих уроков, после этого понимания, он пойдет в документацию смотреть, что является обязательным параметром. У него не возникнет вопроса, что куда передавать. Это человек-новичок, ребята. Да, он по-своему собирался. Там-то болел. То, я не знаю причин. Может, собирался с духом. А потом пошел. Потом пошел, смотрит, другие ребята идут. А чем он хуже? А ничем. Просто он новичок. У него свой путь. Но он станет профи, если не бросит. И погнал, и погнал. Опишите основные исключения. То, что я вам говорил ранее. Что на них потом в переполнении стека смотреть, как, извините меня, баран на новые ворота? Их надо предвидеть. От них надо отталкиваться. Это способ изучения. Ну, так, в общем, поняли. Так, ну, опять надо отвлекаться по делам. Поэтому, дальше продолжим. Я себя помечу, да. Посмотрим наш план. Еще раз, который я себя накидал. По сути дела, у вас должно было сложиться впечатление, что, чем занимается школа программирования Босуновского. То есть, что себя включает в запуск языка. Запуск языка. Да, когда человек начинает писать. Прежде чем перейти к этому своему плану, где мы подведем итоги, давайте еще кое-что глянем. Допустим, вот, чтобы вы понимаете, чем может помочь ваша школа программирования, если я уже прохожу курсы программирования. Я уже сказал, школа вам может помочь в каком порядке изучать язык. То есть, на что обращать внимание. Это очень важно, ребята. И это должно быть у вас в голове. Тогда процесс пойдет быстрее. И любые книги, курсы будут намного успешнее. Ну и пока все. Да, вот дам статью. Вот я это писал, как я начал писать код. Прочтите. Ведь то, что я сегодня показываю ребятам, когда-то произошло со мной. Вот еще интересный парень, Денис Кеплэрт Логин, ник. Вот он написал. Кстати, человек готов был копать много, да? Потом все встало на места. Вот эти важные вещи. Я не зря записал это видео. Если сначала обучение было вообще ни хрена не понятно, долгое время, то сейчас обучение идет той же прогрессией, что я могу использовать знания, да, а не мои. Дальше он описывает. Я пришел в школу действительно с кусками кода в голове. Валерий помог мне объединить за пару месяцев. Ну и так далее, и так далее. Ребята, те, кто новички, и вообще в описании есть видео ссылки, посмотрите и сделайте вывод. Сейчас давайте подводить небольшой итог для того, чтобы запустить код. То есть, по сути дела, начать писать. Ребят, в первую очередь, это надо понять, что надо работать с документацией и с исходным кодом. Это не даст потерять годы, дальше вы уже сами прочитали. Идеальный план для изучения языка программирования есть. Это любой профессиональный код. Там все написано. Файлы сами за себя кричат. Здесь же все очень четко написано, что функции надо знать, параметры считывать. Вопрос в том, что зачастую это приходится указать самым прямым образом. Потому что люди приходят с разной кашей в голове, с разными совершенно знаниями, с разными кусками кода. И что-то не складывается. На самом деле не складываются, как правило, одни и те же вещи. Совершенно не важно, что привело человека вот к такой ситуации. Важно, что у него есть желание разобраться и начать писать. Сколько для этого времени? У кого-то пять месяцев, у кого-то два месяца. Всех по-разному. Но опять же, это время небольшое. Человек просто начинает делать это шаг за шагом. И потом фишки начинают валиться уже сотнями, десятками, сотнями. Все проваливается. Ребят, ну, я дал это тоже видео. Ребят, первое, на первое надо увидеть профессиональный код. Понимаете? Если вы там ходите на какой-нибудь сайт и делаете примеры, при этом придумали себе. Я вот буду делать примеры, которые не относятся к жизни, да, я стану профессиональным программистом. Да не станете. Вы просто научитесь решать примеры. Вы себя на данный момент занимаете языком программирования. Не надо себя обманывать. Есть профессиональные библиотеки. Джанго, Пилов, Нумпай, Тога. Ну, Тога я вообще обожаю, вот эту частоту кода. Здесь есть все. Как используются методы, функции, итерации и все прочее. Здесь есть все примеры. Вот и все. Вам надо научиться читать код. Но нельзя, ребята, научиться писать, не когда вы не читаете код. И первый шаг для этого, надо начать описывать эти файлы. В школе мы этим занимаемся. Да, бывают ребята, которые пришли, говорят, я только Dev знаю. Через неделю он уже описал переменные. На следующий месяц уже начал описывать функции. И пошло, и поехало. И потихонечку файлы вот этого исходного кода начинают приобретать полноценный вид. Не с бухты барахты. А путем четкого выделения, что изучать, в каком порядке изучать, как изучать, до какого уровня изучать, что после этого должно происходить, как считываться. Именно эти вещи, надо понимать в языках, именно этим занимается школа Бавсуновского, для того, чтобы запустить у конкретного человека код и сделать его профессионалом. Цель школы – запуск создания кода у конкретного разработчика. То есть человек становится разработчиком. Поэтому, когда Женя спрашивал, да, вот там у вас в разработке, ну нет разработки. Ну как это нет? Здесь есть система работы с кодом, первичные знания. Это причины, которые ведут к разработке. А Джанго, допустим, уроки, вот как здесь, пишем в социальную сеть. Хотя первый пункт там, первый этап идет, как работать с Джанго. И вот если человек приходит там на курсы, мы с вами будем заниматься разработкой. И начинают писать приложения на Джанго. Ну типа как в книгах, да? Давайте откроем эту хохмуту. Что происходит? Человек научится повторять. В Джанго он не разберется. Такой код скопирует. Ну что далеко ходить? Саша Филиппов пришел, да? Пришел с таких курсов. Я не говорю, что курсы плохие. Опять же, это рынок. Вот ребята говорят, мы будем с вами, напишем три приложения. Иными словами, мы потратим обязательно ваше время. Писать вы нифига не научитесь. Но такое приложение, как вы, напишем, вы сможете скопировать. Понимать вы тоже ничего не будете. Потому что с Джанго мы разбирать не будем. Как правило происходит. И когда Саша пришел, он пришел, пишет, ну не получается у него. Вижу, не получается. Потом он пишет причину. Валерий Иванович, я к вам пришел уже вымотанный после курсов. Мы там писали приложение на Джанго. Я нифига не научился писать. И, грубо говоря, вымотал себя. А он видит, что Дениса все получается. Денис все лучше, лучше и лучше. Я ему сказал, Саша, школа от тебя никуда не убежит. Иди ты отдохни. Месяц надо, месяц отдохни. Позанимайся чем хочешь. Хочешь рыбалкой. И вот он после этого пришел. И я уже записал видео, когда он начал работать про его интересную историю. И у него пошло. Вот. Смотрите, почему начало получаться. Теперь, что я... У Александра, вот про него видео даю. Конкретный человек. Да. Вот, может, он и считал, что вот он не такой, как все. У него не получается. Да. Потому что, потому что, потому что. А причина в чем была? Почему я говорю, ребята? Первая причина. Он хотел объять необъятное. Он занимался всем подряд. Мелочи у него уходили сразу. Что делать тогда? А второе. Когда он работал с Джанго, он пытался все переложить на Джанго. Но Джанго это тоже только логика. Сейчас поймете меня, о чем я говорю. Понимаете? Джанго это только логика поверхностная. Но если мы рассматриваем, допустим, функцию getObjectOrg404, мы под Джанго логики понимаем, что эта функция делает две вещи. Первая извлекает объект, ну будем говорить, пусть будет статья, так проще. Если статьи нет, то вызывает исключение. Два в одном страница удалена. Но смотрим мы на ее с позиции Python. Читаем, что первый мы должны передать модель. Обязательный позиционный параметр. Дальше любые позиционные, либо именованные. И дальше, если мы идем, открываем get, тут уже идет выборка объектов, то мы видим, что это параметры поиска. Мы легко, чтобы это понять уже на конкретном примере. Проект, который мы пишем потиху. Вот это самая часто применяемая функция. Иными словами, вот postDTelView. Ну, отдельная страница. При этом, мы, когда мы поработали с параметра знаем, мы добавляем ПК. Здесь у нас уже дополняются знания Django. Да, в данном случае. ПК это первичный ключ. То есть, иными словами, любая база данных, MySQL, SQLite и вся прочая PostgreSQL, они каждую запись создают, и в каждой запись есть свой ID. Вот Django, вот тут нам надо знание, да, что с своей стороны делает то же самое, что делает база, но называет это первичный ключ для записи. Да, при этом ID и ПК, если по исходному коду, это одно и то же. Хотя заходишь на переполнение стека, и там пишут примерно следующее. Слушай, вот скажи мне, пожалуйста, стакан с водой, и второй стакан такой же с водой, что будет питься вкуснее? Сами-то поняли? И начинают. А ты знаешь, ID быстрее работает, чем ПК. Ну да. А в документацию, это в исходный код, посмотрите. Поэтому, по сути дела, идет осознанное применение, когда мы работаем с документацией. Кстати, курс по Django, я практически показываю, как работать с документацией, это уже практика, да, она вам во многом поможет. И это можно перенести абсолютно в любые библиотеки. Но смысл в том, что в данном случае мы обращаемся к документации. И здесь очень все понятно, что ArcVar здесь идет поиск, здесь написано, вот идет пример. А здесь мы четко понимаем, что надо передать, да, и здесь написано вообще, передается класс, это передается модель. И нам вполне понятно. Но здесь мы уже используем знания Python. если, конечно, мы хорошо учились и слушали советы Буфановского, работали с документацией, то мы четко видим, что это обязательный позиционный параметр. То есть, и почему я дал вот это задание выполнять, да, ребятам, почему вот я Саша вот начал выполнять, и начал, а, он же, кстати, написал, мое Маху случилось, и я увидел, но говорю, радоваться, рано, Саша, давай еще дальше работать. Это Саша Филиппову, что я вам давал видео, посмотрите. Что ж я хотел вам сказать, по функциям, что я давал, тоже есть в описании. Да. Иными словами, я сказал, ребят, ну, вам надо научиться, да, создавать функции на какую-то библиотеку. И он, у него этого начало получаться. Иными словами, вот тогда, когда он это научится делать, он начинает понимать, почему так делали разработчики. Ну, хорошо, убрали бы они здесь классы, оставили аркварс. Ну, подожди, а я использую библиотеку. И что здесь писать? Называется, а хрен его знает? Именно поэтому, если мы напишем что-то другое, вызовет исключение. Первый параметр должен быть моделью. Все вполне понятно. То есть, мы начинаем понимать логику разработчиков Django, да, но мы ее понимаем, когда мы понимаем, как работает Python. При этом, мы можем открыть функцию на другом языке, так как мы понимаем параметры. Если мы ознакомились с параметром этого языка, то мы тоже можем писать сходу. Ну, я сейчас не учу, я просто показал замысел, да, убираю. Поймите, одни и те же ребята, но пути, которые привели, и каша, которая в голове, вот в данном случае, потом Саша со мной согласился, что по сути дела, да, у него считывалось это. Как? Что он пытался понять Django, вот все, а логику Python выбрасывал. Вторая причина в данном случае была, то, что он глобально изучал. Он не концентрировался на мелочах, вот понимаю смысл, и хватит. И тогда он пошел все-таки делать, что ему дал? Шоркаст. на Django. Бери, говорю, вот код, бери, ты работаешь с функциями, и вот тебе функции, и давай описывай, опиши, как они работают. Тогда он написал, ну, во-первых, пошла работа, высылаю файл с исключениями. Дальше, где его там, я оставил пока. В общем-то, видео, посмотрите это, где он написал моё могу случилось. То есть, начало происходить то, что человек начал понимать, что он начинает писать, он начал видеть параметры, он выходные отдал. Скажите, пожалуйста, ведь у Саши было куча времени потрачено. И он всё пытался найти вот эту золотую середину, а разобраться-то надо было с параметры и сказать себе, мне надо на мелочи обратить внимание, как это работает, а потом, пожалуйста, джанго, пилов, что хочешь, копай, у тебя будет работать. Сложно? Да не сложно. На самом деле, в этом и должна заключаться работа преподавателя, показать, вот что страдает. в начале я хотел вам показать, когда, помните, я рассказывал про Диму из Беларуси свои торнадо, вот что ему начало видно быть, да, здравствуйте, пишу вам, чтобы осталось в памяти, жаль, такое потерять, раньше бы он бы не обратил внимания, но теперь он видел, начал видеть полностью, как работают объекты. Передача объекта является следующим словом, то есть передается только указатель, ведь документация наш пигана, именно поэтому я Диме тогда сказал, Дим, разберись ты с указателями, надо тебе это C++, не надо, ты потом решишь. Ты сейчас, это я вначале вам рассказал про Диму, это я сказал, ты сейчас разберись, как работают C++ указатели, чтобы у тебя четко сложилось понимание, как работает ссылка на объект, потому что тогда у него открываются следующие вещи, он войдет в JavaScript, а там это вообще необходимо, почему? Потому что в JavaScript ведь в памяти объект вообще может меняться, и такое натворить можно, а у него уже нифига это не произойдет, почему? Потому что когда он поймет, как работают ссылки, он будет смотреть на объект, и у него будет всплывать, а что это за объект? Изменяется, не изменяется, понимаете? Это все естественно, всегда есть какая-то дверца, которая открывает путь. Ну, чтоб вам четко сказать, чтоб вы меня поняли, да, но уже надо заканчивать, потому что очень долгое видео, объять необъятно нельзя, но смысл я, надеюсь, передал. Чтобы передать вам суть, вот смотрите, многие изучают там ООП, хотя я много видео и по этому писал, мы работаем с ООП профессионально, и как же изучать ООП? Так вот что написано, смотрите, везде точки, везде атрибуты, а кто уделял хотя бы часть времени атрибутам? и что вы скажете это не серьезно? Ребята, давайте посмотрим, к чему это приводит. Это приводит к тому, вот парень, парень, Чарльз Марш, я его знаю, ну, он много делал по Воктайль, то есть, ну, он программист, прекрасный программист, но при этом, вот у него хватило мужества признаться, это не первый, он больше десятка, оказывается, я не знаю, как работают атрибуты класса и атрибуты экземпляра, понимаете, через 10 лет. Ребят, но ведь это же плохо, да, он разберется, там будет по исключениям, но ведь исходный код вам говорит, посмотрите, вы исходный код, здесь все в точках, здесь все работа атрибутов, сколько времени вы изучали атрибуты, давайте перечислим, нисколько, просто пробежали, зато мы знаем, что классы есть наследование, да, вот наследование как раз таки надо затратить минуты две, не больше, а все ваше внимание должно было быть на атрибутах, потому что я говорил про дверь, путя закрыта тогда, во-первых, условие номер один, да нечего лезть в ВОП, если с функциями бардак, если вы не владеете профессионально, в ВОП нечего делать, почему, потому что внимание ваше должно быть на атрибутах, а функции должны быть если атрибуты у вас закрыты, то вот эти понятия атрибуты экземпляра и атрибуты класса, они у вас уплывают, ведь вы ими не интересовались, так подождите, так это же главное программирование в классах, или чем вы собираетесь заполнять тело функции, наследованием, или собираетесь копировать чего-то там, ну да, а может все-таки проще один раз разобраться и стать профессионалом и все это читать, видите, ребят, ведь все банально, что я сложное то сказал, вот вам план, вот разбирайтесь, видите, сколько точек, везде точки, ну подождите, вам файл говорит, главное в классах это атрибуты, что здесь непонятного, ага, вы же пошли на умные занятия, там-то дело, ребят, когда вы занимаетесь на умных занятиях и вот так вот проходите все по списку, это неплохо, но вы должны отдавать себе отчет, что вы знакомитесь с языком, занимаетесь себе языком, да, это неплохо, но надо что-то знать о языке, надо, это неплохо, то есть я не скажу, что вот это курсы плохие, вы узнаете, да, запутаетесь, да, наберете каши, как правило, такие ребята и приходят ко мне потом, да, с кашей, но с кашей все-таки легче поставить все потом на, хотя я не знаю, как легче, поставить все на свои места, и все знания вот эти, они никуда не пропадают, которые вы изучили, то есть они станут на место, поэтому я сказал, что школа Бовсуновского может помочь на места расставить. все, открываю план и заканчиваю, потому что, ребят, моя цель была донести, чем отличается школа программирования, мы с вами читали, школа Бовсуновского от других, мы выделяем конструкции языка основные, например, параметры, функции, функциях параметра, да, и работаем в них с разными языками, а допустим, такая, чтобы более конкретно, конструкция там if, else, она может быть изучена абсолютно в любом порядке, проснулись ночью, подумали, не хочу спать, пойду-ка я попишу код, вот тогда изучайте, но лучше всего все-таки с, в контексте, да, когда это будет поняться, ну, как я стал программистом, я рассказывал, иными словами, дальше, либо вы повторяете код, то есть, пасетесь на переполнение стека, либо вы начинаете работать с исходным кодом, с документацией профессионально, я же не сказал, что я, вот, ребята, вы ни в коем случае не ходите на переполнение стека, сайт, да, я сказал, можете пойти, но сначала примите сами решение, а там идите, посмотрите, что другие пишут, и вы заметите, что там другие пишут зачастую такую чушь, но оно вроде как работает и хорошо, но совсем не имеет к этому отношения, как строится обучение, вы поняли, ну, про полуфабрикаты уже нет времени, хотя это одна из основных тем, но это я это просто так назвал, в общем-то, в общем-то, в общем-то, с видео надо было понять, чем занимается школа, запускаем код у вас в голове, будете писать, ребят, второе, что надо было понять всего лишь пока, это порядок изучения имеет значение, ну и дальше, в описании видео я дал ссылки, о которых говорил, там довольно много, да, вы их посмотрите, ответил еще на многие вопросы, на многие другие, по сути дела, теперь вы знаете, чем отличается школа Буфановского, мне к вам большая просьба, пусть больше людей пишут, разработчиков очень не хватает, пожалуйста, понравилось видео, да, вы по крайней мере уже в темноте не ходите, и не думаете, что вот я буду учиться, да, и обязательно стану программистом, ребят, встанете, просто измените порядок, вот и все, теперь вы знаете, что можно изменить порядок, и что есть шанс стать программистом, и что это не сложно, поделитесь, пожалуйста, этим видео с другими, поставьте лайк, это то, что я вас прошу сделать, ну и, и что скажу, у вас получится, ребят, у всех получится, у всех получится, кто хочет, умеете, знаете, у кого не получится, если мы не можем, допустим, составить список магазинов, ну тогда уж, тут уже никто не поможет, даже я не помогу, ну а если вы способны составить список магазинов, посчитайте, сколько там действий, взять сетку, составить список продуктов, я вполне серьезно говорю, ребят, кстати, не смейтесь, дальше, маршрут, магазин, куда пойти, а что, ребят, вы в это время не занимаетесь программированием, это самое настоящее программирование, поэтому, извините меня, все остальное точно получится, то есть, вы от природы программист, ребят, помните это, и не давайте отчаянию своей душе, порядок надо просто определить, и все получится, поделитесь, пожалуйста, этим видео, если понравится, поставьте лайк, спасибо за доверие,